Ближайшие полтора часа поговорим об этом замечательном языке, попишем немножко кода, пофилософствуем, даже на слайде на одном вы увидите фразу порефлексируем. Не знаю уж, насколько мы будем рефлексировать, но, по крайней мере, частично это будет происходить. Поэтому вопрос вроде все решили. Еще раз представлюсь, меня зовут Евгений, я Python-разработчик с 2017 года. В основной мой стэк – это разработка API и Django, то есть это бэкэнд сайтов. Кроме этого, интересуюсь Data Science и Machine Learning. Некоторые штуки делал в этом направлении, но не в таких объемах. Ну и, в принципе, постоянно куда-то двигаюсь. Пока последнее время, по крайней мере, в направлении углубления своих знаний и опытов в Python. О чем сегодня пойдет речь? Сегодня мы поговорим об очень базовых вещах. Наш вебинар стартовал в преддверии старта курса Python Basic-разработчик на Отусе. И это занятие, которое вы сейчас видите, этот урок, он является дополнением к тому, что вы увидите на курсе. То есть там, может быть, какие-то вещи вы подробнее спросите, узнаете. Я поделюсь тем, что, на мой взгляд, интересно, и постараюсь, чтобы это было доступно. И в самом начале хотелось бы от вас получить некоторую обратную связь. Пожалуйста, поставьте по пятибалльной шкале, насколько вы уже владеете Python. То есть 0 баллов означает... Вообще, впервые в жизни слышу про этот язык. Ну, 1-2 балла означает, что вы уже писали какие-то простые штуки. Может быть, даже добрались до ООП в Python. Ну и 4-5 баллов – это значит, вы знаете вообще все. Декораторы, метаклассы – это ваши верные друзья. Мне просто хотелось бы сориентироваться и построить сегодняшний урок так, чтобы было, с одной стороны, интересно, с другой стороны, чтобы это было доступно. Ага, ну все, 1-2 – отлично. Отлично, да, кто-то даже чуть большим опытом обладает. Но, возможно, для тех, кто уже с Python работал, это будет такое, как закрепление. Есть одно очень проверенное правило. В разработке никогда не поздно закреплять. Я, несмотря на то, что в Python уже давненько, я иногда какие-то обнаруживаю интересные штуки в простых вещах, случаются вот эти инсайты. Поэтому нужно просто всегда быть к этому готовым. И именно поэтому, собственно говоря, интересно. Разработка на Python – это интересная область деятельности. Некогда скучать. Я немного скажу об установке интерпретатора. Да, то есть какие-то такие совсем-совсем простые штуки скажу. На самом деле установка интерпретатора может стать первым таким чекпоинтом для вас. В зависимости от того, на какой системе вы работаете, какая у вас стоит операционная система. Операционные системы делятся на два вида. Но я сейчас буду вам говорить чисто свое мнение. Оно такое немного шуточное. Но в этой шутке есть реально доля шутки. Есть правильные операционные системы. Они называются Linux. Linux и все, что с ними связано. И есть неправильные для разработчика операционные системы. Они называются Windows, MacOS и прочие. Ну, MacOS, она где-то там посерединке. Она почти правильная. Windows точно неправильная. Никого не хочу запугать, но вы видите, я провожу урок в Ubuntu. У меня на самом деле в основном компьютере стоит система Windows 10. Так получилось, что все-таки меня настигла эта гонка. Но все вещи, все, в принципе, я стараюсь сделать в Linux. Очень много чего делаю удаленно, через терминал. И для проведения уроков использую эту виртуалочку, в которой стоит Ubuntu. Так, здесь 18-я у меня Ubuntu, по-моему, стоит. Да, должна 18-я стоять, а может даже и 20-я. Поэтому все, что я буду показывать, это все будет демонстрироваться в операционной системе Linux. Сильно-сильно вам советую поставить виртуал-бокс себе на компьютер и выбрать время, поставить внутрь виртуал-бокс Ubuntu. Ну, например, 20-20. Это нормально. Главное, LTS ставить. 20-04, точнее говоря, прошу прощения. 20-04 LTS называется. LTS означает Long Term Service. LTS означает, что это операционка, которая будет долго поддерживаться, и вы с ней не будете знать проблем. Ну, по крайней мере, в ближайшие годы. Так вот, установка интерпретатора. Это может быть реальное испытание. Windows, например. Я бы не советовал вам устанавливать Python в путь по умолчанию. Да, то есть это может в будущем создать определенные проблемки. Да, в Windows можно ставить интерпретатор. Я, по крайней мере, в Windows ставлю его на диск C. На диске C прям создаю папочку, называю ее Python 3.6, или Python 3.7, или Python 3.8, или Python 3.9. И туда устанавливаю соответствующую версию. Вот в Windows есть еще одна интересная история. Я многократно наблюдал картины, когда у ребят компьютеры называются русскими буквами. То есть, Host's Name содержит русские буквы. То есть, например, Андрей ПК или что-то такое. Это может быть гигантский проблемище в будущем, когда вы будете обучаться разработке. Поэтому посмотрите, переименуйте. Не забывайте, что после того, как вы поменяли имя компьютера, нужно перезагрузить систему. Да, ну и вообще для программиста есть одно очень важное правило. Я всем об этом говорю всегда. Имена папок и все-все-все называем только латинскими буквами. Да, ну и желательно без пробелов. Но это так уже, не сильно строго. Ну и я вначале тут слайдик для вас приготовил. Я в последнее время его часто показываю, потому что праздник в Python-сообществе праздник. Язык Python, как вы видите, поднялся на первую строчку рейтинга. Это реально круто. Это то, чего мы ждали. И оно случилось. Как бы в принципе это было прогнозируемо, потому что последние годы Python взбирался на одну ступеньку вверх каждый год. То есть он стабильно поднимался на одну ступеньку выше, выше, выше. И в прошлом году мы наблюдали практически равновесие с C. C – это прародитель языка Python. То есть язык Python написан на языке C. C – это вообще прародитель почти всех современных языков в большом смысле. И так получилось, что он его обогнал. То есть плохо тот ученик, который не превзошел своего учителя. Так и здесь Python превзошел своего прародителя. Разница невелика, вы видите, она порядка 1%. У C что-то сильно рейтинг вниз ползет, да, минус 5%. А вот у Python он полз вверх, но сейчас колеблется. Так что язык популярен. Популярность его, судя по всему, пока будет сохраняться очень высокой. И есть смысл свои ресурсы вкладывать именно в это направление. Для того, чтобы установить интерпретатор, вам можно зайти на вкладочку, ну, зайти, естественно, на сайт python.org. Да, там зайти на вкладочку Downloads. И здесь можно в зависимости от вашей операционной системы нажать галочку, например, мы нажимаем галочку Windows и смотрим релизы, которые есть для Windows. Python 2 ставить не надо, да, это не трогайте. А вот Python 3 можно установить. Причем я бы советовал ставить не 3.10 сейчас, да, а я бы советовал ставить, наверное, 3.8. Да, среди начинающих Python разработчиков есть такая тенденция, ну, вообще у многих есть тенденция ставить все самое свеженькое. Иногда это круто, да, иногда действительно позволяет нам избежать проблем с безопасностью и много чем еще. Но иногда самые последние версии ПУ могут обладать большим количеством багов и малым количеством совместимости. Поэтому в случае с Python рекомендуется на одну-две версии ниже последней ставить. Да, если я сейчас, например, открою терминал у себя в системе здесь в Linux, то мы увидим, что в Linux стоит, ну, вот в этом Ubuntu стоит у меня... А что у меня тут установлено? 3.8. Да, то есть тут стоит, да, это у меня, значит, 20-ю Ubuntu точно. Да, потому что в 18-ю Ubuntu был 3.7. Да, это у меня точно 20-ю Ubuntu. Вот, то есть это Python, который в Ubuntu стоит в 10-е, в 20-е уже по умолчанию, но если хочется, можно его проапдейтить и поставить более свежую версию. Да, то есть если вы будете кодить на Linux, то там Python точно есть. Если 3-й нет, надо проверять, но вот в последней версии Ubuntu, да, правильной, он уже установлен. То есть вообще ничего делать не надо. Windows надо устанавливать, да, то есть мы проматываем вот сюда, вот 3.7 проматываем, 3.7 где-то, 3.8. Вот 3.8, да, и ставим. Есть нюансы, свежие версии Python совместимы с Windows 10, да, 3.8 можно поставить еще на семерку, а вот уже все, что более свежее, 3.9, видите, уже не будет запускаться на семерке, да, то есть 3.9 вы уже не сможете. Сейчас это не страшно, но в будущем, когда все сообщество шагнет вперед, это уже будет проблемой, да, повод все-таки проапгрейдиться. Итак, вы скачиваете, нажимаете там кнопочки, соглашаетесь. Самое главное, когда будете ставить Windows, не забудьте поставить там галочку ADD System Pass, да, то есть там будет вот прям такими большими буковками будет написано слово Pass, да, его надо не проморгать, потому что если вы это сделаете, то система не будет видеть путь к интерпретатору и не будут запускаться ваши скрипты. Как проверить? Проверить очень просто. Вы просто открываете командную строку Windows, я не буду сейчас рассказывать, как это делается, да, это то, что можно загуглить за 3 секунды и пишите там Python. Ну, в случае с Linux я всегда пишу Python 3, потому что он в Linux и 2, и 2, и 3 они есть. Так получилось исторически. А Windows вы просто можете писать Python, да, тот, который вы установили, он должен видеть, и он у вас должен запустить интерпретатор из любой папки. Да, если этого не происходит, значит, вы забыли вот эту вот штуку, и вам нужно, ну, самый простой способ снести и установить заново, либо если вы владеете хорошо Windows, то зайти в системные настройки, в Pass и туда прописать путь к интерпретатору. Но я не советовал бы это делать новичкам, там можно напортачить прилично, да. То есть вот это вот не забывайте. Когда вы будете ставить, там просто галочкой такая чекбокс будет, и какой-то процент людей забывает это сделать, и начинаются вопросы, почему у меня не работает. Все, значит, но Python поставить это полдела, потому что вам же потом еще нужно программки писать. В принципе, можно программы писать хоть в чем, да, то есть можно установить какой-нибудь текстовый редактор. У меня, например, здесь установлен Sublime. Sublime прекрасный редактор, меня он устраивает на, не знаю, там, на большое количество процентов. Кроме Sublime есть еще куча, есть Atom, есть, не знаю, Notepad++ для Windows, да, их миллион. И, в принципе, у большого количества из них есть даже подсветка синтаксиса, да, то есть вы можете здесь что-то печатать, и он вам будет даже подсвечивать, хорошо вы печатаете или нет. Вот, например, у меня вот такой вот напечатался сейчас текст. Сейчас надо здесь выбрать, где-то мне надо выбрать тут. Не так часто я, конечно, в нем работаю. Где-то тут у нас должен быть настройка должна быть у нас подсветка синтаксиса, да. Так. Интересно. Это все не то. Да, что-то не могу найти. Ну, это включается, настраивается в любом случае. Да. У меня почему-то Windows как-то проще там включалось. Ну, даже если такое случилось, вы просто сохраняете этот файл. Вот так вот вы сейчас его сохраняете. Как вы догадались, я пишу 99% времени не в Sublime, хотя технически возможно. Ой. Да, я сохраняю под названием, например, step1.py. И, о, кстати, сейчас он сам, ну вот даже как, он сам, когда я расширение пай сделал, он сам включил проверку синтаксиса. Вот какой умный. А, вот оно, справа в нижнем углу. Все. Нашел. Да, вот они языки поддерживаем этим редактором текстом. Да, и можно просто вручную переключить, но когда я сделал расширение, для него уже это не стало проблемой. И я могу запустить сейчас этот файл. Для этого мне вообще, в принципе, ничего не надо. Я захожу в папку. Я специально делаю для вас покрупнее. Здесь пишу команду dir. Да, ну, или там ls, она у нас называется в Linux, это не принципиально. И я могу запустить ее очень просто, написав имя интерпретатора и через пробел имя файла. Все. То есть вы, в принципе, установив интерпретатор в систему, уже можете пайтоновские скрипты запускать спокойно. Но возникает большой вопрос, удобно ли это вот так действовать. Ну, парочку скриптов для интереса можно написать, но когда вы какой-то более-менее серьезный проект откроете, наверное, будет не очень удобно. Что можно сделать? Можно поставить всякие плагины. Да, то есть можно добавить, расширить свои текстовые редакторы соответствующими плагинами, и они станут очень прокачанными. А можно установить среду разработки. Да, вот здесь у меня установлена среда разработки, она называется PyCharm. Да, здесь где-то она у нас тоже должна быть на слайдах. А я прям открою страничку, вот она. JetBrains разработчики. Там есть разные версии. Есть версия комьюнити, она бесплатная абсолютно. Да, то есть вы можете ее поставить и спокойненько в ней работать. Вот, бесконечно долго. Она покроет 99% ваших потребностей на первые полугода, наверное. Когда вы доберетесь до джанга, до каких-то вот таких серьезных уже вещей типа фреймворков, да, может быть комьюнити уже будет не хватать, а может быть будет и хватать. Да, ну и вообще есть такая полезная история, называется умение кодить технологии. В текстовом редакторе, потому что вот то, что я сейчас писал, это может вам пригодиться на собеседовании. На собеседованиях иногда говорят, вот тебе текстовый редактор. Да, ну типа там, вот тебе доска имел, да, пиши. Вот, и вот как раз, когда вы пишете в текстовом редакторе, что-то подобное получается. Да, то есть вы здесь, нет у вас вот этой палочки-выручалочки под названием среда разработки, да, поэтому с одной стороны полезно, с другой стороны PyCharm, он очень сильно помогает, особенно новичкам, искать опечатки. Потому что, что греха таить, первые шаги, они сопряжены с привыканием к синтаксису языка, глаз должен привыкнуть, вы должны как бы погрузиться вот в это все море, вот, и PyCharm поможет. Да, поэтому скачиваем, устанавливаем. Как можно установить в Linux? В Linux можно установить, поставив сначала себе пакетный менеджер SnapD. Да, это делается очень просто. Sudo apt install. Я говорю про Ubuntu, в других версиях Linux что-то подобное будет. Да, здесь надо пароль ввести еще будет. Да, у меня уже все установлено, поэтому он у меня ничего дополнительного не подкачивает. Потом просто ставите, выбираете версию, да, Sudo snap install и версию. Либо Professional, либо Community, либо Educational. Да, Educational это для образовательных учреждений, Community это вообще бесплатно. Вот, если захотите удалить, то вот таким вот образом при помощи командочки это все удаляется. Я процентов на большое количество уверен, что для многих из вас это все такие вещи не очень привычные, это нормально. Да, я сам когда-то смотрел на терминал, на все, что вот руками надо писать, как на что-то такое не очень комфортное. Да, тут единственное, что вспоминаешь, вспоминаешь фильм «Матрица», там в принципе все так и было, да, потому что это был реальный мир разработки. Но пару месяцев, даже может быть меньше, и вы будете уже не понимать, а зачем вообще придумали Windows? Зачем вообще придумали все эти графические оболочки? Потому что в принципе самый правильный способ что-либо делать это терминал. Да, вот. Вот этот терминал, да, и в нем вы можете творить чудеса при помощи команд, при помощи своих рук, без каких-то кнопочек, без мышки, в общем, без всех вот этих вот инструментариев. Но первое время будет казаться это некомфортно. То есть это просто вопрос комфорта. Это как, когда ты ездил на трехколесном велосипеде, тебе все нравилось, хорошо, ты никогда не падал, да, тебе говорят прокатись на двухколесном, ты говоришь, не, не, я сейчас упаду, зачем мне, давай я буду все еще ездить на трехколесном. Но когда вы на двухколесном научитесь ездить, вы не будете понимать, а зачем вам было это третье колесо нужно дать, выкинуть его и ездить быстрее. Поэтому, если будет интересно, можете попробовать, но это только в Linux. В Windows все, естественно, идет по классической траектории. Там вы просто скачиваете экзешник или mci-ку. И, соответственно, все будет работать. О, кстати, спасибо, я увидел подсказку. Видимо, чат сегодня не самый быстрый, точно, прикольно, буду знать. Но я не скрываю тот факт, что я редко достаточно в Sublime что-то прям серьезное пишу. Я его обычно использую именно как текстовый редактор, не более чем. Ну вот, собственно говоря, по поводу установки PyCharm. То есть, в Windows просто скачиваем отсюда дистрибутив и нажимаем клик-клик-клик-клик, устанавливаем все. В Linux можно через SnapD поставить. Можно поставить и через APT, классический пакетный менеджер. Но тут будет немножко на ушах надо постоять. Это все любителям. Есть еще одна среда разработки. Она более простенькая. Называется Visual Studio Codes. Ее можно поставить при помощи вот этой командочки. Тоже при помощи Snap. Или вот таким вот образом. Ну, здесь есть нюансы в командах. Да, там надо поправить. Вот здесь вот, мне кажется, надо поправить. Да, я Visual Studio Codes не пользуюсь. Да, я его поставил вот просто для того, чтобы вам на занятии сегодня показать. Вот он у меня стоит. Ну, просто пока не довелось. Да, то есть я как-то пользовался им давным-давно. Для чего-то, я не помню, для Java, наверное. Да, ну, больше не трогал. Поговаривают, что реально хороший инструмент. Я вижу в нем, вот пока для себя преимущество, то, что он должен быть полегче, чем PyCharm. PyCharm неплохо кушает ресурсы. Он любит SSD-шники. Если вы будете ставить его на систему, где жесткий диск, обычный, классический, механический, там будет он грузиться секунд 40-45. Не знаю, как сейчас, но вот у меня, когда я там 2-3 года назад его ставил, он реально 30-40 секунд грузился, но потом работал быстро, нормально. Ну, и PyCharm нужна еще оперативная память. Он где-то гигабайт-полтора кушает из вашей оперативки, поэтому если их всего 4, ну, наверное, PyCharm будет недоволен. Он будет медленно работать. Ну, или, по крайней мере, это будет на пределе возможности системы. Да, если их 8, то будет все прекрасно. Visual Studio Code должен быть легче априори, но тут будут нюансы по функционалу, 100% они будут, да и все, наверное. Да, то есть сюда нужно ставить плагин, нужно его конфигурировать. Это как раз для тех, кто любит тюнингануть что-нибудь, под себя настроить. Это будет прекрасный повод прокачаться. Ну, и, в принципе, вот он кусочек сегодняшней встречи под названием установка интерпретатора и, соответственно, среды разработки. Я PyCharm буду дальше еще показывать в работе. Вот я, кстати, открою тот же самый файл в PyCharm. Да, вот он точно так же выглядит. И тут мы видим, что я немножко накосячил. Да, у нас есть требования оформления кода. Они называются PEP8. И я в данный... Так вот оно пишется. PEP8. Вот. Это требования PEP8 говорят нам о том, что любой Python файл должен заканчиваться пустой строкой. Я вот здесь ее написал, но я не сохранил. Да, если я Ctrl-S нажму, он сохранится, и здесь все станет нормально. Сейчас, видите, все хорошо. Давайте не будем мучить систему. В двух местах редактировать одновременно. Оставим только одно местечко. Да, то есть вот по PEP8 в конце любого Python файла должна быть пустая строка. И шутка нет. Но я часто наблюдаю, как ребята, даже уже кто серьезно продвинулся, ну, видимо, пренебрегают. И не знаю, какая еще может быть причина. В общем, короче, не обращают на это внимания. И это сразу же такая красная тряпка возникает во время код-ревью. Хочется сразу его сделать отрицательным. Да, но я намекаю на тестовые задания, которые вы, возможно, будете делать. Так, давайте мы сейчас немножечко порефлексируем. Скажите, пожалуйста, по интерпретатору, по PyCharm, ну, то есть вот эти вот basic всякие вещи, все понятно? Или надо что-то еще рассказать дополнительное? Плюсик, все понятно. Минусик или вопрос, который вас интересует, задаем. Да, я специально секунд 10 подожду, 15, пока идет пинг. И если все нормально, продолжу дальше. О, увидел плюсики, супер. Да. Спасибо. Круто, когда такая реактивность. Ну, а теперь поехали к основному изложению. Типы данных. Вот этот вот кусочек нашего мероприятия. Ну, тип данных – это то, что задает возможные манипуляции с этим типом. Типы данных известны, наверное, вам давненько. Вы так или иначе в школе, может быть, в вузе, может быть, в колледже. Все равно проходили основы информатики. Вам там говорили, что существует integer, существуют другие типы данных. Да, у нас в Python комментарии через хэштег пишутся, поэтому я здесь могу спокойно писать. Да, вот у нас такие. Бывает тип данных – байт. Да, в Python, в Pascal он был. Бывает там что-нибудь типа Riel. Бывает там какой-нибудь, я не знаю, что вспомнить-то еще. Бул, буллен, да. Бывает стринг. Бывает еще чар. Но это я говорю сейчас про другие языки программирования. Это не только Python и касается, это в целом просто картинка. Да, и то есть, если, например, я встречаюсь с целым числом, понятно, что я могу с ним сделать. Да, у меня, например, два целых числа. Можно между собой просто сложить и все. И получить результат. Ой, не сработала автоподсказка. В PyCharm есть замечательное сочетание клавиш Ctrl-Alt-L. Я его использую, у меня уже просто сами руки нажимают, даже бывает не замечают. Это автоформатирование кода, автоформат расстроенный. Он неплохо работает, он иногда коварен. Но в целом, если писать код аккуратно, то иногда он чуть-чуть просто поправит, и все станет симпатично. Да, и вот смотрите, я взял и сложил. Да, то есть понятно, что целые числа можно складывать. Давайте убедимся, что это целые числа. Да, у нас есть замечательная функция в Python, называется Type. Ну, еще есть функция Print. Я уж про нее ничего не говорю. Очевидно, что она делает. Мы всегда говорим, что для разработки надо знать английский на каком-то таком базовом уровне, чтобы хотя бы вот эти вот простые функции не вызывали никаких вопросов. Да, иначе будет тяжеловато, просто осваиваться будет тяжеловато. Да, вот мы видим здесь слово Int. Да, интересная штука Python, язык лаконичный. То есть все тут тяготеет к сокращениям, и налицо сокращение даже в именах типов. Int. Не Integer, да, не что-то еще, а просто Int. Все. Вот это Python, это про него. Вас, возможно, тут удивит слово класс. Это особенность Python. В Python все является объектом. Да, то есть в Python все, с чем вы работаете, является объектом. И у меня на заре изучения этого языка была иллюзия, не иллюзия, а, скажем так, был большой вопрос. Так что же получается, только ООП? Да, то есть получается в Python можно только писать в парадигме объектно-ориентированного программирования, что ли? Да, раз все является объектом. Ответ отрицательный. В Python можно писать в обеих парадигмах. То есть можно писать в парадигме стандартного функционального или структурного программирования, то, к чему мы привыкли, может быть, в том же Pascal или в каких-то других языках. Можно писать в ООП. То, что все является объектом, это просто такой подход, такая модель данных. И у нее, конечно, есть и минусы некоторые, но плюсов больше. Почему больше плюсов? Потому что у вас уже есть какие-то манипуляции, которые сделаны разработчиками языка, что называется, из коробки. И вы можете себе сократить количество кода, просто используя эти манипуляции. В случае с целыми числами мы особо нового ничего тут не получим, такого сильно интересного, а в случае со строками можем получить. Да. А сейчас мы попробуем. Да, давайте мы создадим, наконец-то, новую переменную какую-нибудь. Да, пускай это будет переменная, называться var1. Мы используем в Python стиль именования SnakeKate, смейный стиль. Это означает, что мы все пишем в нижнем регистре и разделяем символами нижнего подчеркивания. Вот так, да, можно. Еще именовать. Если бы это был CamelCase, то, что принято в JavaScript, в Java, в других языках, то тогда у меня перемены назывались бы вот так. Да, то есть это неправильно с точки зрения Python, оно будет работать. То есть это не ломается. Интерпретатор не сломается от этого. Но спасибо вам за это не скажет никто из разработчиков, да, потому что все привыкли к правильному именованию. Да, ну и, естественно, есть жуткая жуть. Вот что-то такое. Почему я вот так не надо делать? Да, вот что это? Почему я назвал это жуткой жутью? Я такое, ну, редко в последнее время, но наблюдаю иногда такие вот порывы у разработчиков начинающих, да. И я специально вот на таких мероприятиях сразу же расставляю точки над «ы». Антикамел кейс называется «снейк кейс». Да, «снейк кейс» он называется, все правильно. Да, это транслит. Да, это транслит с русского языка на английский, да, и это антипаттерн вообще дичайший. Да, то есть лучше уж кувырнуть где-нибудь там в Google-переводчик, найти сокращение какое-нибудь, да, но так точно писать не стоит. Итак, я пишу myVar1, у меня будет называться переменная, hello, например, она будет называться, да. Ну, я могу ее сейчас вывести на экран при помощи принта. Давайте мы вот это все закомментируем, чтобы оно не мешалось, и вот это мы закомментируем, чтобы оно нам не мешалось. То есть у меня практически большая часть кода превратилась в комментарий. Да, пожалуйста. А, ну, спасибо, надо сказать вашему коллеге, да я поздновато подоспел на вопрос. Так, я увидел hello. Да, давайте мы убедимся, что это, ну, я думаю, вы догадались, какой это тип данных. Да, это строка, string. Первый сюрприз, связанный со строками, он заключается в том, что у нас в Python нет типа данных char. Да, то есть отдельного символа у нас нет. У нас есть просто строка. Строка может состоять из одного символа, вот вам получите, пожалуйста, char. Да, вот такое вот обобщение. Вот, и мы можем делать тут некоторые интересные проверки. Да, вот то, что называется преимущество в Python-овской философии. Да, например, starts with. У нас есть метод, да, если мы говорим про объекты, да, идея объектов, на самом деле, идея вообще объектно-ориентированного программирования заключается в том, что объект должен хранить некоторое состояние. Это состояние может меняться, может не меняться, все зависит от того, вообще для чего предназначен объект, но мы называем это словом state английским. Состояние описывается атрибутами, да, атрибуты это какие-то характеристики, да, то есть есть, например, у меня автомобиль, у автомобиля что есть? Есть марка, да, есть бренд, есть цвет, есть количество лошадиных сил, есть количество дверей и пошло-поехало. Вот это все атрибуты автомобиля, да. А есть действия, что можно делать с этим объектом, да, это глаголы, verbs. И вот эти действия у нас называются методы. Метод это просто-напросто какая-то функция, которая написана в контексте конкретного объекта. Я не думаю, что нужно рассказывать, что делает метод start with. Если это понятно, то, как говорится, что об этом говорить, а если это непонятно, это означает, что нужно немножечко заняться английским языком. Чуть-чуть, не надо разговорного никого, там, fluent английского, а вот чисто для того, чтобы читать такие штуки, подкачаться можно. Вот все, то есть у меня случилась проверка того, что строка начинается на сочетание h, e. Вот так, да. И это я не писал ни одной строчки кода, это уже сделали разработчики языка Python. Давайте мы, например, сделаем имя файла какого-нибудь, да, пускай у нас есть какой-то файл, который мы там в перспективе собираемся открыть. Да, ну, например, да, вот какое-то там содержимое лекции, и я хочу узнать, является ли этот файл текстовым, да, то есть имеет ли он расширение текста. Вот, я могу здесь сделать то, что называется у нас в разработке ветвлением, да, то есть я еще дальше иду, я иду уже к тому, что называется, вот они, if, then, for, while, continue, break, мы называем это управление потоком, да. Да, ну, я и к основным типам данных еще буду возвращаться, да, у меня вот так, как идет мой поток сознания, так я все это излагаю. Да, я могу написать if, да, if, fname, ends with .txt, и вот тут, внимание, начинается очень веселая история. Если вы интересовались программированием, вы знаете, что во всех современных C-подобных языках блок операторов обособляется фигурными скобочками, да. Это началось в C, и это продолжалось, и продолжается, и будет, видимо, продолжаться. Практически любой язык возьмите, это везде так. В Python, ну, вообще в более старых языках были скобочки типа begin-end, что-то, возможно, еще, но в Python пошли еще дальше. В Python мы ставим двоеточие и используем indent, да, мы используем 4 пробела. Это очень серьезное отличие текст Python от других языков программирования, то, что в нем обособление блоков кода идет за счет indent, да, за счет вот этих вот 4 пробелов. Я мышку поднес в правый нижний угол экрана, вы там видите слово indent, двоеточие, 4 пробела. Это то, что по умолчанию настроено в PyCharm, и то, что никогда не стоит трогать. Вот я видел, как многие начинающие Python-разработчики пытались играть с этой настройкой, кто-то там 2 пробела делал, кто-то что-то еще. Ну, в общем, это все заканчивалось тем, что все возвращалось на круги свои, только 4 пробела, и все будет хорошо. Почему? Потому что это принято всеми в Python-сообществе. Да, если вы сделаете какой-то другой indent, то, ну, по крайней мере, это вызовет удивление. Сначала может быть изумление, много чего-то еще, да, но ничего хорошего. Все. Главное, чтобы в рамках одного Python-файла indent был одинаковый, да. То есть, если вы сказали, у меня будет везде 2 пробелы, окей, делайте тогда везде 2 пробелы, и будет все нормально работать. Ну, давайте запустим этот код. Да, я вот этот кусочек кода тоже закомментирую, чтобы он сейчас не мешался. Я скоро создам файл Step2, чтобы у нас уже разграничить. Смотрите, вот у меня появилась фраза из текста файла. То есть, я могу, например, здесь напечатать имя файла, а в следующей строчке будет уже какой-то вывод, да, то, что этот файл является текстовым файлом. Да, если у него будет расширение другое, например, у него будет расширение, ну, пускай будет пай, или как там у нас, xlsx, да, вот что-то такое, то у меня надписи не появляется, да. То есть, вот это условие не является правдой. Ветвление оно сюда нас не закидывает, да, потому что если в условии здесь неправда, то мы внутрь блока не попадаем, да и все. А еще одна особенность в том, что в Пайтоне нам не нужно писать вот эти вот круглые скобочки. Да, я, кстати, их неправильно писал. Давайте вот так сделаем. Вот эти скобочки в Пайтоне писать не надо. Почему? Потому что мы… Нет, их можно писать, когда у нас какие-то сложные логические выражения, как это много логических функций, там, и, или, не. Но в большинстве случаев мы обходимся без них. Что дает? Дает уменьшение символов в коде, дает код более читабельный, более простой. Ну и все, да. То есть вот это хорошая практика. То есть если я их напишу, как бы работать будет, да, ничего не сломается. Но мне линтер по-эйчармовски проверялка говорит о том, что это избыточно. То есть то, что так делать не надо. Я, кстати, очень быстро обнаруживаю тех ребят, кто пришел с других языков, у кого большой опыт был в разработке на других языках, потому что многих по инерции вот эта привычка писать скобки в условиях, в циклах, она сохраняется, и она потом только уходит. Видите, тут сейчас все хорошо. Так, ну что ж, мы немножко начали писать уже что-то. Мне хотелось бы с вами синхронизироваться. Понятно, непонятно, можно ли чуть погорячее что-нибудь выдать или пока оставаться на таком уровне, потому что это совсем такой именно разогревочный материальчик. И если норм, то пойдем повеселее. То есть глобально, о чем мы пока поговорили. Мы поговорили о том, что есть некие стандарты оформления кода на Пайтоне. Эти стандарты называются PEP 8. Их можно загуглить и почитать, и на официальной страничке Python.org найти. 8 – это один из документов, это как номер ГОСТа. Да, у нас есть же в России ГОСТы, но в СССР были, в СССР. Их много, PEP 8, PEP 9, и пошло-поехало. Просто PEP 8 – это самый главный из них. Мы написали какие-то простые штуки и даже добрались до условия. Я условия написал пока не полное, да, то есть у меня только половинка вот этого ветвления. Помните, в школе мы рисовали эту блок-схему, ромбик, там да, нет, условия обходящие. Вот это мы половинку только сделали. Можно посложнее, окей, услышал. Так, супер. Значит, если я, например, хочу написать что-то иначе, да, иначе я могу написать, просто написав иначе. Else, ну и здесь написав, print. Например, ну давайте напишем что-то тривиальное. Not text file, да. Вот, и сейчас у меня будет в любом случае какое-то осуждение по поводу файла возникать на экране, да, то есть либо это текстовый файл, либо это не текстовый файл, да, например, pie. Вот, все, is not text file. Вот, ну это так, было просто продолжение. Давайте вернемся мы к типам данных, да. То есть какие типы данных уже посмотрели. Мы посмотрели числа целые, да, то есть целое число задается просто. Кстати, особенность еще Python, я про нее не сказал, но я думаю, вы уже догадались, что Python язык с динамической типизацией. Что это значит? Это значит, что нам не надо заранее объявлять тип. Да, то есть если бы это был Pascal, мне бы что надо было бы сделать? Мне надо было бы сделать там что-то вар, там, да, было. Я очень давно на Pascal не писал, если кто-то меня поправит, это будет прекрасно. Ну, вот что-то такое бы там надо было бы писать, например, да. По-моему, как-то вот так я должен был бы в Pascal объявить. В других языках примерно такая же история, то есть вы обязаны задать тип, и потом уже можете работать с этой переменой. В случае с Python и с многими другими современными интерпретируемыми языками, да, Python – это язык интерпретируемый, это и плюс, и минус его, плюс то, что у вас код строка за строкой исполняется, и вы можете его запустить. Если даже где-то вы напортачили, то у вас сломается только там, где вы напортачили. Вот я, например, здесь напишу вот такую строчку. У меня переменной gt нет. То есть у меня часть кода выполнилась, видите, да, и там, где добрались до переменной, которые нет, да, где у меня была ошибка, да, только там сломалось. Если бы это был компилируемый язык, то у меня бы вообще проект не запускался, а файлик бы не запускался, я бы сидел и долго-долго это все тут дебажил. Поэтому у интерпретируемых языков есть куча плюсов, но есть и минус – это производительность, да, поэтому если хотите быстро, чтобы работало, конечно, плюсы вам в помощь. Конечно, это Sharp, да, конечно, это Java, да, ну, я по мере снижения производительности. Но почему-то так получилось, что популярность именно скриптовые языки приобрели куча причин, и одна из них – это именно скорость разработки. Да, потому что динамическая типизация, она развязывает вам творческие возможности, и вы можете писать, не задумываясь о типах. Да, давайте мы сейчас просто это проверим, да, то есть мы сейчас возьмем вот этот пример, просто закомментим, ну, чтобы он был, но не мешался, и выведем тип, да, print, type, fname. Вот так, ну, я думаю, вы понимаете, что это будет, это будет объект класса строка, да, то есть это строка. Окей, я сейчас беру и делаю вот так. И у меня уже тип поменялся на integer, да. Я не призываю никого делать так, да, на самом деле в Python коды, вообще Python проекты базируются на культуре разработчиков, да, то есть Python разработчик – это разработчик с высокой культурой программирования, то есть это человек, который выполняет джентльменские соглашения, которые есть в сообществе, да. Если вы назвали какую-то переменную fname, а потом сюда подставляете какие-то числа целые там или вещественные, или еще что-то, то вы как бы, ну, вводите других людей в заблуждение, да, то есть вы не по назначению используете эту переменную, и никто и не ждет, что в качестве имени файла приедет число, да. То есть никто не говорит, что нужно делать кругом проверки, да, этот вопрос возникает часто у начинающих именно разработчиков Python, говорят, а что, раз динамическая типизация, теперь все, надо все везде проверять, нет. Можно, конечно, написать везде кучу валидаторов, но это будет, прикольная, кстати, штука, давайте напишем. Это будет излишне, да, то есть это такая паранойя будет, да. Type – это вообще необычная функция, да, раз уж вы, Денис, задали такой вопрос. Это как этот, что первичное, курица или яйцо, да. У нас все является объектом, да, в Python, и классы Python тоже являются объектами. И возникает вопрос, как же порождаются классы, если класс является объектом, а объект порождается чем-то, да. Да, и вот у нас есть такая штука, такая функция, как Type. Именно при помощи функции Type вы можете создавать новые свои типы, да, и порождать классы в том числе. Рекомендации в PEP прописаны, да, но насчет Snake Case, по-моему, это не в PEP 8 должно быть. Да, насчет Snake Case, это в PEP 8 там, по-моему, явно ничего не написано. Да, вообще по поводу Python могу посоветовать вам открыть консольку и там написать Import This. Очень хорошая практика. Для начинающего Python-разработчика, это пасхалочка, которую разработчики языка нам добавили, это ZenPython. Да, вот в нем реально очень много классного, очень много тонкого, и не надо к нему относиться поверхностно. Можно даже его распечатать на картоночку, там, да, куда-нибудь повесить на стол, над рабочим столом, ну, короче, чтобы это было перед глазами, да, простое, лучше, чем уродливое, явное, лучше, чем неявное, простое, лучше, чем сложное, вот это мегапринцип, да, мегамысль, да, простое, лучше, чем очень сложное, и все такое. Вот, поэтому насчет нейминга, кстати, одна из проблем как раз в том, что мы, когда что-то начинаем, мы в этом океане информации можем не ориентироваться, да, и можно даже иногда захлестнуть, может, да, поэтому не торопитесь, вы потихонечку это все узнаете, да. Да, в PEP прописано как раз требование по пробелам, да, то, что вот так не надо делать, да, вот, в PEP прописано то, что вот это должно быть, да, видите, он тоже у меня находит, тут сразу же линтер, эти все маленькие баги, вот, по поводу SnakeCase, по-моему, это не в PEP, это где-то там, ну, или в каком-то из PEPов, вот, да, я точно вам сейчас не скажу, я точно знаю, что это так, да, а вот прям ссылку на документик дать не смогу. То есть есть вещи, которые передаются из уст в уста, вот так получается, как-то так. Или из уст в уши, я не знаю, как больше правильно назвать этот путь. Значит, ну ладно, мы такие изысканные штуки давайте делать не будем, да, type-type. Теперь вернемся сюда. То есть мы в динамике можем сделать такие вот, да, фокусы, но в реальности, конечно, так не стоит делать, да, потому что это будет неожиданно, из этого реально может чем-то сломаться. Ну и раз уж мы начали какие-то взрослые разговоры, давайте еще одну интересную функцию вам покажу. Эта функция называется ID. На самом деле мы используем ее достаточно редко в реальном коде, но для старта она может быть очень полезной. Да, это элемент интроспекции, это то, благодаря чему вы можете более серьезно понять некоторые особенности поведения Python-программ. Да, вы при помощи type-а можете создать свой класс и наделить его всеми возможностями. То, что вы говорите про рекорд в Pascal, это то, что у нас в принципе является классом, да. Да, то есть рекорды паскалевские, это и было то, во что потом, то есть они потом превратились как раз в объекты. Ну, то есть класс – это описание, как создавать объект, да, а объект – это экземпляр конкретного класса. Я думаю, этот баян про гайку и чертеж вы все прекрасно знаете, если не знаете, то просто представьте, что чертеж – это класс, а гайка – это конкретный экземпляр класса. Так, ну и вот посмотрите, какая интересная история у меня тут появилась, когда я вызвал функцию id. Что это такое? Это идентификатор объекта. Если спускаться на нижний уровень реализации, то это адрес ячейки памяти. Да, то есть в какой ячейке памяти лежит этот объект. При каждом новом запуске это значение будет своим, потому что у нас, естественно, память, какие-то участки памяти освобождаются, какие-то заняты становятся, это где-то операционная система, ничего не сделаешь. Видите, вот я два раза запускался, у меня разные адреса получились, да, но факт в том, что если адрес совпадает, то это значит один и тот же объект. Если адреса разные, то это разные объекты. И тут мы подходим вплотную к очень важной информации о Python. Эта информация звучит так. У нас переменные – это ссылки, ссылочная модель данных. То есть переменная fname в себе никакого значения не хранит на самом деле. То есть любая переменная в Python – это просто ссылка на какую-то область памяти. Все. То есть когда вы говорите print fname, то есть когда я ему говорю, напечатай мне значение fname, что делает интерпретатор Python-овский? Интерпретатор Python-овский мчится по этому адресу, да, конкретно в данной ситуации он мчится вот по этому вот адресу, он смотрит, что там по этому адресу за объект находится, и он с этим объектом уже что-то делает. Именно так и получается динамическая типизация. То есть вам не надо в переменной хранить ни тип, ничего, вам только нужно хранить ссылочку и все. То есть вам нужно хранить адрес, да, а уже интерпретатор сам по этому адресу сгоняет, и что надо ему вытащить. Вот это за собой тащит тоже кучу интересных спецэффектов, и надо просто об этом знать. То есть прямо с первых шагов. Сейчас я вам покажу один из таких спецэффектов. Это то, что меня в свое время обескуражило. Не знаю, может быть кто-то из вас уже знает об этом фокусе, а может быть и нет. Ну, мы поговорили о простых типах данных, как целые числа, как строки. Есть, естественно, флот, есть вещественные числа, но они ничем особенно не отличаются от целых. Там только точка ставится, как разделитель десятичный, и все. А есть у нас еще так называемые контейнерные типы данных. Тут я призову, наверное, к английскому языку. Это contain. У нас есть такой глагольчик. В английском языке содержать что-то в себе. И, в принципе, русское слово «контейнер», оно такой же смысл несет. То есть контейнер – это то, что в себе что-то содержит. И контейнерные типы данных – это в любом языке присутствующие типы, и на них очень много чего построено. И в Python у нас, например, это списки. Это кортежи. Давайте даже с них и начнем пока. То есть они могут себе что-то содержать. Давайте создадим список. Basket. То есть я создаю корзину. Я там что-то накупил, каких-то продуктов. Ну, давайте у нас продукты – это будут их названия. Например, я купил яблоко. Я купил апельсин. И я купил айфон на сдачу. Не знаю, какой. Ну, пускай это будет айфон X. Денег было немного, купил только айфон X. И вот это и есть контейнер. То есть контейнер – это то, что содержит в себе другие объекты. В данной ситуации у меня только строки. На самом деле в Python я могу сюда что угодно написать. Я могу через запятую написать просто число. Могу через запятую там написать вещественное число. И все это будет нормально работать. Да, потому что язык с динамической типизацией. И вот тут очень важный момент. Я так как сам учился в школе на Паскале. У меня сначала был Basic, потом Паскаль. Для меня это было диковато. Потому что мне всегда говорили, что есть такая штука как массив. И массив должен содержать элементы одного и того же типа. Ты объявляешь массив целых чисел, и у тебя в нем должны лежать одни целые числа. Объявляешь массив строк, у тебя в нем лежат одни строки. То есть это то, к чему привыкает человек. И когда он видит такую штуку, он просто в шоке. Поэтому называется это не массив, а список. То есть многие начинающие Python-разработчики называют списки массивами. Ну, как бы ничего страшного, но ничего сильно хорошего. Потому что это не массивы. Видите, это класс-лист. Это список. Потому что это не массив. Еще одно отличие, кроме того, что могут данные разных типов быть внутри списка, заключается в том, что список – это динамический массив, по сути. То есть вы можете в список что-то добавлять. Вы взяли, захотели и купили, например, еще Теслу на сдачу от айфона. И все. И это будет работать. То есть классический массив – он фиксированного размера. То есть вы его какой-то задали, создали, например, в состоящем из 100 элементов, или из 20 элементов, или из 5 элементов. Все. Не больше, не меньше. В случае со списками у нас есть возможность просто добавлять, добавлять. И вот это, как вы уже, наверное, догадались, называется метод. Это метод append. Да. Ну, аппендикс. Тут можно много с английского языка слов найти. Он добавляет конец списка. Да. Вот такое вот мы получили новое значение. То есть у меня вот здесь добавилось Тесла. Ну, давайте мы почистим этот список. Мы сделаем его все-таки однотипным, да, чтобы он так вот не мозолил глаза, потому что, естественно, возникает много вопросов, зачем было так делать. И. Ну, вот так все будет выглядеть. Да. Да, обычный поход магазин разработчик. Разработчик пошел в магазин, купил Теслу, айфон, апельсин и яблоко. Все. Конечно. Значит, и мы можем что-то еще делать. Да. Мы, например, можем весь этот список покупок превратить в строку. Да. То есть, например, мне нужно это представить, как, не знаю, в чеке. Да. Например. Ну, я тут уже такой достаточно серьезный пример покажу. Вы раз говорили, что можно чуть посложнее, я аккуратненько ему покажу. Если будет сложно, я больше так не буду делать. Да. Я могу все это соединить между собой при помощи запятой пробел. Да. Я для этого что делаю? Я пишу соединитель. Да. Как его иногда называем? Мы клей. То есть, то, при помощи чего я буду соединять. Потом вызываем метод join. Да. То есть, я при помощи вот этой строки буду что-то джойнить. Опять же, слово join, оно вполне очевидно переводится с английского языка. И я этому методу join передаю вот этот свой контейнер. Причем вот сюда можно передать именно контейнер. Это может быть список. Это может быть кортеж. Это может быть много чего еще. Да. И он с этим совсем поработает. Да. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот они у меня все через запятую аккуратненько напечатались. Да. То есть, я могу сейчас что-то еще дописать здесь. Я могу, конечно, как-нибудь красиво это все оформить через F-строки. Но я не люблю сильно давать такой материал разнородный на подобных занятиях. Да. Чтобы у нас все-таки было более-менее сконцентрировано. Хотя бы двоеточие напишем. Да. И вот так вот он нам все это увидит на экран. Да. Вот это красота Python. То есть, простые вещи делаются по-простому. Надо вам строку, элементы списка какого-то контейнера превратить в строку при помощи какого-то разделителя. Ок. Досказали через вертикальную черту. Печатаем. Хорошо. Вертикальная черта, пробел. Вот так. Да. Вот так вот они будут напечатаны. Да. Так можно и табличку нарисовать и все что угодно сделать. Вот. То есть, в Python идея в голову пришла. Идея уже через несколько мгновений реализована. Вот так. Да. Добрый вечер. Ну и я сейчас хочу задать вопрос, как это было, сильно тяжко или нет? Или эта штука понятна всем? Ну, можно традиционно плюсики-минусики писать, можно какой-нибудь коммент. Да. Потому что вот это уже интересная такая штука в Python. Может быть, вы такого и не делали. Понятно, но ужасно интересно. Прикольно. Супер. Ну ладно, тогда поехали дальше. Тогда поехали дальше. Значит, мы попробовали в список что-то добавить. А я обещал вам показать странную штуку. Я сейчас это сделаю. Ну давайте я не буду вызывать метод append. Я его вам продемонстрировал. Я покажу немножко другое. И join я тоже не буду делать. Я сконцентрируюсь на другой идее. Ну вот, все это как бы для старта. Вот так вот. Ну это тот спицок, о котором мы только что работали. Теперь я решил сделать... Ну как бы сказать, что мой товарищ купил примерно то же самое. Он посмотрел на меня, говорит, а что, я хуже что ли? Я так же пойду куплю прям классный набор товаров. Да, я создаю еще один список. Ну и он решил меня обогнать. Он говорит, слушай, а я еще пойду и куплю к этому, ко всему книгу. Как этим всем пользоваться? А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, что мы сейчас увидим, если мы распечатываем мою корзину? Будет ли эта книга в моей корзине? Потому что вообще-то ее покупал мой товарищ. То есть видите, он сказал, что все, он берет за основу мой список покупок, мою корзину. Вот, это уже новая переменная. И мы для этой новой переменной вызываем метод append, потому что это список. И добавляем туда книгу. Да, list comprehension – это ужасно интересная штука. Я боюсь, меня спасибо потом не скажут, если я все интересное расскажу на одном уроке. Потом что же вы будете на Python Basic это учить? Поэтому я не думаю, что мы до comprehension все не доберемся. Хотя, да, это очень… List comprehension – это уже такой уровень разработки на Python. То есть если человек хорошо работает с comprehension – это круто. Это так прям заслуживает уже оценки высокой. Но я вдогонку вам скажу более крутые вещи. Раз уж вы про comprehension заговорили. Ловите вам zip, ловите вам map, ловите вам filter. Три мои самые любимые Python функции стандартной библиотеки. Особенно любимая – это zip. Вот тех ребят, кто умеет работать с zip, это прям я уже готов говорить им, что они прям сильно молодцы. Потому что немногие нормально могут разобраться с zip сразу. Да, с течением времени, да, это случается. Но сначала очень много мистики окутано. Эта функция окутана такой мистикой. Да, непонятно, как она там, что она там делает. Да, многие знают, что при помощи нее транспонировать матрицу, например, можно. Но на этом все и заканчивается. Map filter более линейные вещи. Да, это итераторы, которые тоже позволяют писать декларативно. Но они попроще немножко. Ах, молодцы, какие они попались вы на эту удочку. Да, абсолютно правильно. То есть получается, что друг добавил себе книгу, и я тоже добавил себе книгу. И давайте мы сейчас разберемся, что это за безобразие. Потому что я в свое время очень сильно был удивлен подобным поведением кода. Я что-то писал, ну и по привычке, как это бывает в других языках программирования, взял так вот, сделал и думаю, а, ну все, это у меня сейчас новая переменная уже. Я с ней делаю какие-то новые штуки. И каково было великое удивление, когда произошло все не так, как мне нужно. Да. Ну вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос. На самом деле вот в этой строчке никакого нового объекта не создавалось. То есть вот список, как он был в одном единственном экземпляре в памяти компьютера, так он в нем и остался. И единственное, что случилось, у нас появился еще альяс один. То есть появился еще один псевдоним. Да, еще одна как бы оберточка над этим списочком. Да, вот она. Не оберточка, а просто еще одна ссылочка на этот список, будем так говорить. Да, которая теперь называется просто другим именем, но это то же самое. Да, вот у них айдишники одинаковые. Да, ну там не совсем клон, Денис, там копии мы делаем на самом деле. Да, я как раз копии сейчас подведу. Да, и у нас есть замечательная проверка для этого. Да, у нас есть две проверки, которые работают немножко по-разному. Да, давайте мы сейчас одну из них из. Да, то есть из – это оператор, который проверяет именно совпадение идентификаторов. То есть как я мог бы проверить? Если я не знаю про существование оператора из, я буду проверять вот так. Да, но это тоже такой сигнал, что человек недавно в Python, и он делает как умеет. Да, то есть он знает про функцию ID, он знает, что ID – это уникальный идентификатор для любого объекта, и поэтому если два айдишника совпадают, то это два одинаковых объекта, и вот это вот сравнение, оно нам даст equal. Да, то есть это эквивалентность именно объектов, это один и тот же объект. Да, но вместо того, чтобы писать вот так, да, мы называем иногда это overengineering. Да, то есть на собеседованиях иногда могут вас проверять на такие вот штуки. Да, и могут вас попросить сказать, слушайте, а давайте-ка проверим, что это тот же самый объект. Если вы начнете через айдишники делать, они скажут, там, где-то галочку поставят в ревью. Скажут, да, человек overengineer немножко, как бы, ну, нужно чуть-чуть почитать. Это ничего страшного, но ничего хорошего тоже. Вот способ проверить совпадение, да, из. Вот, ну и можно было еще по-другому поступить. Можно было бы их сравнить вот так. Ну, тоже, естественно, они совпадают, да, потому что это одно и то же. А теперь вопрос. Ну, этот вопрос будет в следующем примере. Ну, это я уже такие достаточно тонкие вещи рассказываю, поэтому, если вам сейчас будет казаться это сложновато, ничего страшного, просто знайте, что в Python для некоторых типов данных вот это присваивание вам создает фактически просто новый псевдоним, да, новое имя для того же самого объекта. А я сейчас хочу вот что вам показать. Вот, смотрите, я сейчас сделал два списка одинаковых. Они true. Они такие трушные, да. Вопрос, будет ли здесь тоже true? Вот это разница между равно и из. Ух ты, тоже молодцы. Ну, да, действительно, сегодня многие смело могли бы даже поставить на балл, наверное, выше все, потому что это серьезный вопрос. Видите, false, да, потому что это разные объекты, да, видите. И иногда бывают случаи в Python, когда мы делаем вот такую проверку. Вот, это на самом деле очень серьезно, потому что иногда кто-то берет, например, и заменяет эту проверку вот так. Да. Вот. И это неправильная замена, да. То есть вот эти вот две строчки, они не эквивалентны по поведению. Да, между ними. Ну, сейчас, конечно, они возвращают мне и там, и там false, да. Вот. Но смотрите, что может быть. Да. Предположим, что у меня где-то был задан пустой список. Да. Ну, просто вот он был пустой. Да. Сюда будут потихонечку наполняться данные, да. Например, та же самая корзина сначала была пустой, потом в ходе какого-то какого-то алгоритма, она наполняется товарами. Там из базы данных они приезжают, или в ходе интерактивной взаимодействия с пользователем, неважно. Да, в Java вот это вот equals, это тоже тонкая штука, и у меня как-то давным-давно, я тоже делал тестовое по Java, у меня был интерес к этому языку, мне как раз там разнесли его в пух и прах, потому что я сравнивал через обычное равно, равно, вместо того, чтобы использовать метод equals. там прямо так и написали в код-ревью, что это it makes me sad. Да, то есть человеку стало грустно от такого кода. Ну, и я признаю, что Java – это тот язык, который я немножечко, чуть-чуть посматривал, но не более чем. Посмотрите, как по-разному отработало, да. Да, то есть not mybasket – это true, а первое – не true. Да, и я могу сейчас как построить код? Я могу сделать так. If not mybasket, да, например, и какую-нибудь туда заглушку положить, да, my append, ну, например, не знаю там. Да, какую-то заглушечку положить туда null product. Давайте я сейчас этот код просто покажу вам в реальности, насколько он может, вот тут проверку, почему она может быть важна. Это тоже все закомментируем, чтобы она ничего не мешалась. Да, вот у меня такая проверка, и я все положил. У нее вот у меня там есть какой-то фантастический null product, да, как нуль пространства существует, так и у меня. Теперь давайте представим, что где-то в другом коде кто-то решил сделать чище, кто-то сказал, что просто будет none, да, а потом мы уже по ходу реализации логики там создадим пустой список или что-то там еще, да. В общем, что-то решил вот так человек сделать. И посмотрите, все у меня сломалось, да. То есть проверка-то правда, да, то есть да, действительно, надо, это тоже здесь будет true, да, но вот этот код ломается. Да, поэтому между проверкой нод и изнал, из, например, none, существует в большом количестве случаев пропасть. Особенно вы эту пропасть ощутите, когда будете кодить с использованием Pandas или NumPy, да, там, потому что вот это вот просто обычная нод, она будет вызывать противоречие. Да, ну и мы можем как это расширить? Мы можем сделать так, если из none, да, тогда у меня myBasket будет равно, например, вот так. Да, то есть если было none, тогда у меня будет вот так вот, да. Дальше, например, lif из instance. Давайте посерьезнее проверку сделаем. Лист. Да, функция из instance, она проверяет то, что ваш объект является, ну, является экземпляром какого-то класса, да. Вот тогда мы можем писать append. Now product. Вот, то есть я сейчас сделал такой полиморфный немножко код, да, то есть в зависимости от того, что ко мне приедет, он будет сам уже отрабатывать эту логику, да. Да, то есть если это был none, то он создаст мне списочек, да. Если это был уже список, то он просто добавит в этот списочек, да. Ну и можно еще кучу всяких кейсов рассмотреть, да. И видите, будет работать, что так будет работать нормально. Да, то есть он у меня null product добавляет. Что так будет работать нормально, да. Вопрос. Кто понял особенность? Это обычно актуально для объектов, да, потому что мы когда в объектах в классах своих делаем кэширование, мы, как правило, для кэширования создаем именно none значение, да. И мы после того, как оно было none, тогда мы его вычислили, закинули и потом уже берем из кэша. Вот. А иногда бывает мы создаем сразу же пустую какой-то контейнер и в этот контейнер потихонечку-потихонечку добавляем. То есть это в зависимости от того, что там за идею вы реализуете. Вот я, например, ну, прилично времени не чувствовал разницы. То есть для меня казалось, что вот это вот not mybasket, что mybasket из none – это одна и та же проверка. То есть я воспринимал это как одно и то же. И много где в своем раннем коде у меня то так написано, то так написано. Но в принципе работает. И там таких изысканных вещей не было, конечно, но тем не менее. None – это специальный объект, который говорит о том, что значение не задано, да. То есть нет. Undefined. Нет, не undefined – null. Да, у нас есть null в других типах данных. Это null. То есть отсутствующее значение null. Но мы это воспринимаем, что оно действительно не задано, да, и надо его там, что-то присвоить туда нужно. Да, то есть это тип данных, состоящий из одного значения. Так же, как и логический тип данных, да, он состоит из двух значений только. Вот. Ну и вот эта проверочка из instance, она может происходить не только для одного типа. Тут можно несколько типов данных написать. Но я как раз пример этот покажу следующий. Еще один вопрос к вам. Будет ли вообще этот код работать, если он заработает, что он мне напишет? Я вообще выкинул все скобки. Вообще скобок нет. Вообще все вытянул, да. Просто написал через запятую. Насчет как правильнее тут нельзя сказать. Еще раз повторяю. Ребят, все зависит от того, в каком контексте вы это используете. Да, то есть в некоторых случаях достаточно вот такой проверки. То есть это означает, что пустая корзина. Да, то есть это означает, что корзина она есть, но она пустая. А вот это означает, что корзины вообще нет. Да, то есть переменная есть, но в ней ничего вообще нет. То есть она не список, она вообще некто. Да, поэтому это разные проверки. И в зависимости от того, в каком состоянии находится ваша корзина, вы разную логику просто реализуете. Здесь вы видите, здесь вы добавляете к уже существующему, а здесь вы создаете ее с нуля. Почему я сказал, что это такой пример достаточно непростой, и если вы только начинаете заниматься разработкой, то просто вы пока для себя запомните, что из-нан это бывает иногда важно. Из-является-нан. Это я немножко раскрыл этот смысл из, потому что, еще раз повторяю, он не на первых шагах, но их в Python, не очень было очевидно, зачем вообще нужен оператор IS, и я его очень небрежно использовал, и потом, естественно, поплатился. Ха-ха-ха, а вот и попались. А вот вы и попались. Да, ну все, наконец-то я... Не подумайте, что я злорадствую, просто это такой стопроцентный пример. О, нет, не попались, кто-то не попался. Это такой 99-процентный пример получается, который, ну где-то, видимо, оказывается, где-то между страничек учебников, он где-то там скрывается в недрах знаний по Python, и тоже меня в свое время просто он поставил в тупик. Да, я просто был не готов, что такую штуку можно написать, потому что у меня была парадигма такая, что надо в круглых скобочках только писать. Да, смотрите, фокус, это tuple, это cartesh. Правильный ответ – это cartesh. И тут мы узнаем об одной интересной штуке в Python. Я сейчас еще просто одну вам ловушку покажу, которую, возможно, вам коварные интервьюеры будущие расставляют. Так, ну-ка давайте сейчас, что сейчас я увижу. Давайте сейчас будем думать, еще попытаемся реабилитироваться. Вот я сейчас взял, написал Apple в круглых скобочках. Что сейчас будет. Не бойтесь, ничего страшного. Как говорится, тут возможность просто проверить себя, потому что пока не выскажешь какую-то мысль, ты не проверишь себя, правильно ты думал или нет. Можно долго умалчивать и думать, что ой, какой я молодец, но потом по факту выяснится, что это не так. Ну или наоборот. Итак, что сейчас я увижу. Ну тут, в принципе, два варианта у вас только должно быть. Да, с вероятностью 50% можно угадать. Так, 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 так. Ага. Ну-ка, давайте-ка. Еще варианты. Снова Tuple, 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 да. Разные варианты. Ну я их все-таки Tuple называю. Я их называл Tuple в свое время, но потом стал называть Tuple. Ребята, вот эта штука в свое время мне стоила нескольких часов дебага. Да, у нас в Django есть настройка, которая называется Static Files DIRS. Ну вы до Django фреймворка, возможно, еще не добрались, и ничего страшного, доберемся еще вместе с вами на курсе Python Basic. Так вот, там нужно задавать кортеж из папок, то есть где искать статические файлы. И я как-то взял, написал там вот эту вот штуку, я написал Static. То есть у меня была папочка сделана, Static, и я думаю, у меня одна папка, я просто ее в круглые скобочки обернул, и у меня проект не запускался вообще ни в какую. Вообще ни в какую не запускался, потому что смотрите, что вместо кортежа. Да, и вот эти две строчки кода, они как раз и проливают очень много света на эту тайну. Как же все-таки кортеж задается в Python? И мы понимаем, что в данном конкретном случае вот эти круглые скобочки, это тоже redundant, их тоже можно выкинуть, и ничего не поменяется. Видите, он нам подсказывает, линтер нам подсказывает, что убирает эти скобки, зачем ты их написал? Да. Ну и теперь окончательно, я сейчас вас закручу, верчу, запутать хочу. А вот теперь смотрите, что будет. А вот теперь опять tappal, да? Вот это то, что уже такой Python-Python. На самом деле, кортеж создается за пятой. Правильный ответ в чате есть. Нужна за пятая. И так как я вот в этой строке написал запятую, все, вот эта вот первая запятая мне уже создала кортеж. То есть вот эти вот все элементы, ну окей, они есть, это круто. Но даже если их не будет, это все равно будет tappal. Да, это все равно будет кортеж. Вот мы его сейчас увидим. Это кортеж, состоящий из одного элемента, просто вот и все. То есть есть запятая, есть кортеж. Нет запятой, нет кортежа. Все. И то, что я оборачиваю его в круглые скобочки, ну окей, молодец. Да, вот все оборачивают, и поэтому привыкаем к этому, что вроде бы как именно круглые скобки создает кортеж. На самом деле круглые скобки – это просто обособление кусочка кода. Да, просто и все. То есть что они мне дают глобально? Они мне дают возможность перенести на новую строку. Потому что если я буду так переносить, то мне придется писать вот этот символ backslash. Видите, вот без этого он не перенесет. В смысле он перенесет, но будет ругаться, потому что он будет думать, что indentation error. Потому что я начал новую строку, но я не поймешь ее, как начал. И не сначала, и не на расстоянии indent'а четырех пробелов, просто не поймешь как. То есть вариант А – написать вот этот вот backslash классический, он во всех языках, мне кажется, сейчас используется для переноса. Вариант Б – обособить при помощи круглых скобок. Ну и я думаю, что 99% Python-разработчиков уберут вот этот вариант. Да, все. То есть четенько мы так ограничили. Если я в одну строку пишу, мне можно их просто выкинуть, эти круглые скобочки. Если написал, ну это, естественно, коротенький кортеж, но у нас есть требования, да, наши строки не должны быть длинными. Это одна из ошибок, очень часто встречающихся. Если вы уже делали какие-то тестовые задания, наверняка вам могли где-то в код ревью написать, да, too long strings, too long rows. Ну, короче говоря, слишком длинные строки. Lines, не strings, а lines, too long lines. Все собрал чумок. Вот, поэтому правильно было написано в чате. Ну, я, к сожалению, не вижу ваших имен. Некоторые, да, тут у меня много unnamed. Ну, в общем, запятую вот эту, если поставите, все ок. Ну, я еще пробельчик написал, но это не обязательно. То есть пробельчик здесь, кстати, как раз и не нужен. Видите, я написал запятую, тапал. Забыл запятую. Все, давай дебаж несколько часов. Сиди, разбирайся. Раз не внимательно, сиди, разбирайся. И хоть я всегда на уроке предупреждаю ребят об этой маленькой особенности, все равно всегда кто-то находится, кто дебажит 8 часов. Кто потом пишет, да, я делал домашку долго-долго-долго, но нашел. Вот. Давайте плюсики поставим, если я скорее раскрыл вам глаза, нежели запутал. Да, то есть я никого не хотел запутать, я просто показал вам то, как... Как иногда можно на простых вещах споткнуться. Я сейчас про листы тапал все расскажу, это будет через несколько секунд. Давайте мы плюсики поставим. Ну, все, супер. Окей. Ну, а теперь, да, вопрос, который волнует многих. И он волнует многих и на собеседованиях, честно говоря, потому что на собеседованиях таких вот, ну, наверное, на начальных, медловых, может быть, на джуниорских, нормальных уже, могут задать вопрос. Ну, или стартый вопрос на медловом собеседовании, может быть, да, когда вас просто пытаются прощупать и понять, вообще стоит ли дальше разговаривать. Так, говорят, слушай, ну вот смотри, есть у нас кортеж, есть список, в чем разница, да. На самом деле разницы можно и не обнаружить. В некоторых кейсах можно разницы реально не обнаружить. Вот они, видите, тапал, да, вот он, ну, как бы, выглядит похоже, через запятую. Оба являются контейнерами, да, то есть я могу взять по индексу спокойно, взять, там, например, третий, третий элемент могу из MyBasket взять, третий элемент, ну, я думаю, мы понимаем, да, почему циферка 2 означает третий элемент, потому что у нас индекс начинается с нуля, видите, это будет одно и то же, да. Но кроется разница внешне под капотом, если не заглядывать сильно, внешне мы увидим разницу по памяти. Да, у нас есть хорошая функция GetSizeOf. Давно я, кстати, не писал, сейчас узнаем, правильно написал, нет, вроде правильно должен был написать, да, вот она. Она в модуле sys лежит, вот, from sys, import GetSizeOf. Но я думаю, что вы знаете, что такое импорт, в Python я уж совсем не буду так погружаться в подробности реализации. И вот если мы сейчас посмотрим значение того, что нам дает функция GetSizeOf, да, ну, понятно, что она дает по ее названию, то мы уже почувствуем некоторую разницу. В случае со списком строк она будет не сильно существенная, видите, всего 4 байта, так, кстати, нет, хит 4, 16 байт, да, 72 байта здесь, 88 байт тут. Уже неплохо, да, уже есть разница. Но более серьезную разницу мы почувствуем, когда мы попытаемся сделать вот такую вот штуку. Ну, давайте я третью покупку решил заменить на Huawei. Ну, что-то случилось, я решил купить Huawei. Я не знаю, что там новенькое, но давайте Huawei New пускаем, называется. Вот. И вот тут мы видим, что есть разница. Да, вот 12-ю строчку почему-то он мне выделяет, да, он говорит о том, что тут, скорее всего, будет какая-то ошибка. А вот 13-ю строчку он мне не выделяет, там ошибки вроде как не должно быть. Ну, давайте мы запустимся. Да, мы увидим, что действительно в 12-й строке у нас случилась проблемка. Таплы не поддерживают присваивание. Да, окей. Мы урок извлекли, закомментили и дальше запускаем, а здесь все хорошо. Ну, вот и ответ. Разница в том, что кортежи неизменяемые. А списки изменяемые. И это пропасть. Это очень большая проблема для начинающих разработчиков почувствовать эту пропасть. Я сам, собственно говоря, с этой проблемой столкнулся в свое время. И я реально не понимал, зачем они нам морочат голову эти вообще все умные люди, да, навыдумывали всяких мьютабл и мьютабл. И ничего страшного, если вы пока еще с этими терминами не сталкивались. Но вам надо будет с ними обязательно столкнуться. Это то, что 100% спрашивают на собеседованиях. Прям вообще это вот именно как раз один из первых вопросов, который дает возможность оценить интервьюеру перспективность дальнейшего интервью. Потому что если человек не знает про мутабельность, дальше, как говорится, смысла особого разговаривать нет. Я не буду сильно погружаться в эту пучину. Глобально неизменяемость дает вам экономию памяти. Вы видели, да, да. То есть он чуть-чуть меньше был кортеж, чем список. И глобально неизменяемость вам дает спецсвойства. Вы можете неизменяемые встроенные Python типы использовать в качестве ключей и словарей. Да, вот так. То есть смотрите, я, например, решил там что-нибудь сделать. Не знаю, там, баскет хэш какой-то я придумал. Да, там, кэш. Да, я создал баскет кэш. Создаю баскет кэш. Я хочу туда корзины просто накидать. И потом, чтобы можно было их быстро вытаскивать. Не знаю пока зачем, но просто хочу сделать. И здесь будет по корзине стоимость ее лежать. Сколько-то там. Я тоже надеюсь, что вы слышали про словари. В Python. Самое близкое, что можно рассказать про словари из обычного реального мира, это ассоциативные массивы. Так, ну и вот тут-то мы сейчас и почувствуем разницу. Ну давайте я вот эту всю часть закомментирую, чтобы она нам не мешалась просто. А я покажу вам чистый код. Вот так, без всего лишнего. Да, потому что это, возможно, будет второй вопрос. Если вы нормально ответите про мутабельность, да, они скажут окей. Давайте мы узнаем, насколько вы глубоко копнули. И скажут, давай словарь сделаем со списком в качестве ключа. Вот так-то. И вас тут ждет сюрприз. То, что список не может быть ключом словаря. Он unhashable. Ну вот так получилось. Ну я думаю, логически понятно, почему. Потому что раз он изменяемый, то при его изменении надо каждый раз хэш пересчитывать. И это, наверное, будет не очень круто по производительности. А это, пожалуйста, все. То есть, кортежик может быть ключиком словаря. Я могу потом из словарика по этому кортежу все и выдернуть. Так, давайте сейчас честно, кто понял, вот этот особенно последний момент. Ну и вообще в целом мутабельность и немутабельность списков и словарей. Вы сами задали этот вопрос. Я на него, надеюсь, что ответил. То есть, глобальная разница между ними в мутабельности. У нас есть аналогичные истории под названием множество и frozen set. Да, есть set, есть frozen set. Это замороженное множество. Это множество, но только неизменяемое. То есть, вы обычное множество не можете использовать в качестве ключа словаря, а frozen set можете. Да, потому что он frozen, да, он неизменяемый. Ну вот два таких примера. То есть, списки и кортежи, сеты, frozen set. Если все нормально, можно поставить плюсик. Я еще немножко вам расскажу. Наверное, больше уже на словах, чем кодить мы будем. И будем потихонечку подходить. Ну, а смотреть, что у вас там лежит внутри тапла. Если там, например, строка, почему бы и нет? А почему бы и не сделать так? Давайте мы сейчас возьмем из корзины. Даже можно вот так вот из тапла. Элемент тапла. Предположим, яблоко. Сколько у нас яблоко стоит? Вот. Все. Пожалуйста. То есть, что является элементом тапла? Если элементом тапла является тоже неизменяемый тип, то почему бы он не был бы ключом? Потому что что сделает Python? Он вытащит этот элемент и сюда поставит. То есть, фактически у меня здесь что происходит вместо вот этого кода? У меня вместо этого кода вот так происходит. А строка может быть ключом словаря, потому что строки в Python, как вы уже догадались, тоже неизменяемые. Это тоже серьезная история. И много интересных моментов с этим связанных, в том числе и на собеседованиях, могут интересоваться. Но это уже, скорее всего, другое занятие. Почему бы и листа спецэлемент не взять? Давайте. То есть, главное, что внутри листа лежит. Да. Вот, пожалуйста. То есть, что такое лист? Лист – это контейнер. И мы просто, когда вытаскиваем что-то из этого контейнера по индексу, ну вот что вытащили, то сюда и приехало. Если у меня здесь будет тоже список, то, извините, тоже будет проблема. Поэтому задать вопрос, а может быть ли элемент списком ключа, не совсем корректно. То есть, корректно, скорее, что может быть ключом словаря? Immutable. Немутабельное что-то. Ну, если в тапле будет лист, то та же самая проблема. Да, вот давайте я сейчас сюда список закину. У меня сейчас сломается вот это вот. То есть, неважно, что за контейнер. Контейнер – это просто ячейка, из которой вы вытаскиваете потом что-то. Да, и вот то, что вы вытащили, вы в руках это держите. Ну, не вы, а Python. Если это снова изменяемое, то он будет ломаться. То есть, ключом словаря из строенных типов может быть только Immutable. То есть, это числа. Это Boolean. Ну, потому что Boolean – логический тип у нас тоже. В виде числа, на самом деле, нолика и единички хранится. И это кортежи и строки. Ну, frozen set еще. Вот что-то такое. Ну, вот я, в принципе, вам показал больше, чем презентажку показывал. У меня вообще к презентажкам отношение такое, что да, в некоторых ситуациях они полезны. Но на сегодняшнем занятии, наверное, хорошо, что она есть. Да, вот мы поговорили про PyCharm и Visual Studio Code. И, в принципе, на этом время, которое было на наше занятие отведено, оно заканчивается. Основная цель этого занятия была просто показать интересные штуки в Python. Я отправил вам ссылочку на опрос. Мы на Otus всегда оцениваем, возможно, обратную связь в плане того, чтобы стать лучше. Поэтому, пожалуйста, если есть какие-то идеи или просто впечатления, можно будет заполнить. Им даже хотелось бы. Вот, если есть вопросы, еще задавайте. Я несколько, еще десятков секунд побуду в эфире. У нас официально еще целая минута осталась. Но уже, исходя из этих вопросов, там посмотрим. Самое главное, когда вы ходите на Python, быть всегда на чеку. Это язык простой. Он подманивает к себе, а потом начинается такое. Но оно все интересное, конечно. Никого не хочу ничем напугать, но надо быть всегда на чеку. То есть, может быть так, что Python иногда слабее. Сложнее плюсов будет даваться. Я такое видел. Так, ну все. Соответственно, если вопросов нет, то просто ставим плюсики. Ну, значит, все хорошо. Если что-то нехорошо, можно ставить просто минусики. А если вопросы есть, пишем. Я буду видеть, когда сообщение, я буду понимать, что все, вы как бы отреагировали. Да, потому что пока я сейчас увидел, да, два сообщения увидел. Спасибо вам. Спасибо, что пришли сегодня на мероприятие. Угу, супер. Ну все, напросился, да. Все, спасибо большое всем. Всем хорошего вечера. Хорошего погружения в Python. До свидания.